Вопросов именно власти, власть имущих, то здесь, как правило, всегда меньшинство нагибает абсолютное большинство. И если вы это будете, я сам буду здесь сидеть и расхваливать себя, рассказывать о пользе, приносимой мною, это расхваливать себя. Я же не Кадыров, который под камерой занимается благотворительностью и рассказывает. Тумсо, к сожалению, большинство всегда нагибает меньшинство. Это закон жизни. Я русский, но мне больно смотреть на малые народы, которых поработил наш большой народ, оккупировал их и навязал свои законы. Слушай, ну, смотря на сегодняшнюю модель в России, на эту власть, то здесь работает обратный процесс, как бы, меньшинство нагнуло абсолютное большинство. Просто вот этот вот кооператив озера нагнул всю Россию. Так что это не всегда, как бы, работает вот в таком направлении, что большинство нагибает меньшинство. Может быть, в каких-то вопросах межгосударственных отношений, да, но в вопросах именно власти, власть имущих, то здесь, как правило, всегда меньшинство нагибает абсолютное большинство. И если бы это большинство знало бы, какой силой они обладают, если они сконсолидируются, то такого бы никогда не происходило. Но, к сожалению, они этого не знают, поэтому пребывают в таком положении. Ассаляму алейкум, арамат ла баракату, какую пользу принесла твоя деятельность за все время умми и чеченскому народу? Просто интересно. Алейкум ассаляму алейкум, арамат ла баракату. Я думаю, тебе стоит самому как-то над этим задуматься, может быть, пообщаться с людьми. Неправильно будет, если я сам буду здесь сидеть и расхваливать себя, рассказывать о пользе, приносимой мною, это расхваливать себя. Я же не Кадыров, который под камерой занимается благотворительностью и рассказывает о том, какую пользу он принес. Пусть про мою деятельность говорят те, кто меня поддерживают, те, кто меня смотрят. Пусть меня оценивают люди, а не я сам. Так что давайте вы лучше зададите этот вопрос кому-нибудь другому. Единственное, я могу сказать, что если бы я не видел пользы в том, что я делаю, то я бы этим не занимался. Понятно, что я вижу в этом какие-то вопросы. В том, что есть мнение, что у Дудаева и у Кадырова была одна цель, чтобы Чечня жила за счет России. Только у одного это не получилось, а у другого получилось. Это не мнение Азамат, это какая-то чушь. Я даже примерно знаю, кто является автором этой чуши. У Дудаева была очень четкая и открытая цель, которую он не скрывал. Это свобода нашего народа. А Дудаев, он вообще является таким символом свободы. У Дудаева не было цели жить за счет России или кого бы то ни было еще. У Кадырова, я даже не скажу, что его целью было, чтобы Чечня жила за счет России. Это не тот человек, который может перед собой вообще ставить какие-то цели. Это цели какие-то ставит перед собой образованный человек, грамотный, интеллектуальный. Тупые люди не могут ставить перед собой какие-то цели. Кадыров – это человек просто продавшийся. Он просто продал свою душу за комфортную жизнь, конкретно за себя, за свой живот, за свой комфорт. А не из каких-то там соображений, чтобы Чечня жила за счет России, чтобы народ там жил и так далее. Не было у него вообще таких мыслей. Это люди, которые руководствовались самыми низменными инстинктами. Они думали чисто о себе, о своих животах. Так что, ну, мне кажется, подобные рассуждения, они очень глупы. Я живу в Израиле. Недавно отдохнулся тут на мечеть имени Ахмад Хаджи Кадырова. Что ты знаешь об этом? Алейкум ассалям. Это мечеть в селении Абу Гош. Недалеко, по-моему, от Иерусалима находится. Или от Тель-Авива. От Иерусалима, кажется, недалеко находится. Это черкесская деревня. Там проживают черкесы, выходцы с Кавказа. Но у нас это было представлено так, как будто бы там проживают чеченцы. Я имею в виду, в Чечне кадыровская пропаганда это так представляла. И что вот якобы для них, для чеченцев, кадыров там построил типа мечеть. Действительно, он это профинансировал. Они ее там построили. Ну, израильское правительство, видимо, подумало. Окей, если какая-то инвестиция, почему бы и нет. Дали им построить. И сейчас, да, есть там такая мечеть. В том, что ты говоришь, что предатель всегда трус. Но ты не допускаешь, что предать можно только исключительно ради выгоды, а не из-за трусости. Ну, а разве это не трусость, если ты чем бы ты ни руководствовался, но если ты предаешь, разве не говорит это о трусости? Я не знаю, как это еще назвать. Если это не трусость, то никакой трусости и не существует тогда в этом мире. Если ты в момент, когда ты стоишь перед выбором, либо сразиться с врагом, либо перейти на его сторону, когда ты выбираешь перейти на его сторону, если это не трусость, то что тогда трусость? Томсо, ну согласись, и мы, да, и вы уж точно не были трусами, а предали исключительно из-за личной выгоды. Ну, как я могу с тобой согласиться? Ведь до этого я очень подробно объяснил тебе свои взгляды на эту тему. Ну, я не могу назвать этих предателей не трусами. Как так? Как? Тогда не существует вообще трусости. Я тогда не знаю, кого назвать трусом. Если предатель не является трусом, если предательство не является трусостью, то что в этой жизни трусость? Томсо, опять про предательство. Но есть же люди, которым по барабану кому служить. Кто больше платит, тому они служат. Вот они предатели тех, кто меньше платил. Ну, я не считаю, что это подходящий вообще пример. Потому что, допустим, человек, который открыто говорит, я здесь, потому что мне здесь платят. Если будут больше платить, я перейду туда. Это не будет как бы. Такого человека предателем никто и не посчитает. Он изначально не скрывал своих целей. Это как, знаете, допустим, бывает какое-нибудь охранное агентство. Скажем, они сегодня охраняют одного, затем другой, к примеру, дает больше денег, они переходят туда, там, где выгодно. И это может быть тот, кому они перешли. Это вообще враг этого человека. Но к этим людям никаких претензий нет, потому что они выполняли свою работу. Они просто зарабатывали деньги. Служили там, служили здесь. Это не считается предательством. Но когда ты здесь говоришь о какой-то идее, объявляешь джихад России, призываешь женщин, не спрашивая своих мужей, выходить на эту священную войну, а потом переходишь и просто кардинально меняешь свои слова, свои взгляды, это предательство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok